Это видео про задачу 19, силить C6, если угодно. Может быть, она у вас вообще иначе называется, но суть и это не меняет. Начнем с материалов по подготовке. Все нужные названия и ссылки есть в описании. Первую строчку занимает методичка Игоря Яковлева задачи C6 на ЕГЭ по математике. Теория перемежается с упражнениями, а ко всем задачам есть решение. И все это при минимальном объеме. Вторым пунктом, что удивительно, идет сайт авторы святые угодники математики, адрес задачи.ру. На сайте зайдите в раздел «Алгебра и арифметика», а затем перейдите в подраздел «Теория чисел, делимость». 2000 задач, ого! Ко всем задачам есть решение, а ко многим еще и подсказки. В общем, вам до экзамена этого хватит с головой. 57-я школа, спасибо. Математика абитуриенту. Ну как без этого пособия? 16-й урок, короткая теория, 7 хороших задачек с подробными решениями и домашняя работа. В общем, действительно настоящий урок. Если вдруг, по каким-то неведомым причинам, вы после всего этого останетесь живы, то, пожалуйста, заходите на решу ЕГЭ. А затем можете взять методичку под редакцией Ященко по соответствующей задаче. Ну вы знаете такие. У меня бумажная версия древняя, обновляю только электронные. Заметил, что в пособии 17-го года задачек все-таки побольше, чем в 13-м, так что советую брать поновей. Во, а вот суперская книжка «Как решают нестандартные задачи». Очень здорово, что в ней есть не просто решение, а показано, как к ним прийти. Также отмечу, что задачки четко раскиданы по темам, многие из которых имеют прямое отношение к нашей задачке C6. В общем, флаг вам в руки, как говорится. Так, но, пожалуй, мне осталось дать лишь несколько советов, львина доля которых содержится в последней упомянутой книжке. Совет номер один. Посмотрите на типичные условия 19-й задачи. Часто звучат вопросы, является ли, а может ли. То есть вы не знаете заведомо верное утверждение или нет. Попробуйте его сначала доказать, а если не получится, опровергнуть. Притом именно в таком порядке. Сначала оптимистично доказываем, не получается, опровергаем. И это не совет автора в той книжке. Это сказал великий могучий Андрей Николаевич Калмогоров. Совет номер два. Рассматривайте частные случаи. Если говорить пафосно, то уменьшайте размерность. Например, попалась вам в задачке математическая игра. На поле 5х5 нужно что-то доказать. Доказать это, предположим, все никак не удается. А вы сначала рассмотрите под задачу. Пусть здесь поле 2х2. С ним-то все понятно. Исходя из такого частного случая, нередко удается сделать обобщение. И последний совет. Соберите свою волю в кулак, перестаньте смотреть мемасики и учитесь, учитесь, учитесь. Это очень помогает задачи Ц6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова